Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В этот субботний день, 3 октября, для нашего с вами назидания, Святая Церковь предлагает евангельское чтение от Иоанна, глава 8, стихи с 21 по 30. Давайте послушаем данный евангельский отрывок в прочтении иродьяка на Святотроицкой Александра Невской лавры Отца Александра. Речи Господь, ко пришедшим к Нему, Иудеи, Асфиду, и взыщите меня, и во гресе вашем умрете, Аможа, асфиду, вы не можете прийти. Глаголок убо, Иудеи, Едася сам убиет, яка глаголет, Аможа, асфиду, вы не можете прийти. И рече им, вы от нижних есте, Аз от вышних есмь, Вы от мира сего есте, Аз несим от мира сего. Реку по вам, яка умрете во гресе ваших, Ащибони имете веры, Яка аз есмь, умрете во гресе ваших. Глаголок убо, Ему, ты кто еси? И рече им, Иисус, начаток, Яка и глаголю вам, Много им о вас глаголоте и судите, Но по славе мя истинен есть, И аз, я же слыших от него, Сия глаголю в мире. Не разумеша убо, Яка отца им глаголоше, Рече же им, Иисус, Игда вознесете сына человеческого, Тогда уразумеете, Яка аз есмь, Я в себе не чесоже творю, Но яка же научи имя Отец мой, Сия глаголю. И по славе мя со мною есть, Не остави у меня единого Отец, Яко аз угодное Ему всегда творю, Сия ему глаголющу, Мнози вера ваша в него. Так звучит данное евангельское чтение На церковно-славянском языке. Предлагаю нам вместе прочитать этот отрывок В русском синодальном переводе. Опять сказал им Иисус, Я отхожу, и будете искать Меня, И умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, Неужели Он убьет Сам Себя, Что говорит, куда Я иду, Вы не можете прийти. Он сказал им, Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, Что вы умрете во грехах ваших, Ибо если не уверуете, что это Я, То умрете во грехах ваших. Тогда сказали Ему, Кто же ты? И Иисус сказал им, От начала сущий, Как и говорю вам, Много имею говорить и судить о вас, Но пославший Меня, Есть истинен, Что Я слышал от Него, То и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, Когда вознесете Сына Человеческого, Тогда узнаете, что это Я, И что ничего не делаю от Себя, Но как научил Меня Отец Мой, Так и говорю. Пославший Меня, Есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, Ибо Я всегда делаю то, Что Ему угодно. Когда Он говорил это, Многие уверовали в Него. В евангельском чтении сегодня, Дорогие братья и сестры, Иисус Христос обращается к Своим оппонентам, Книжникам и фарисеям. Вспомним, что книжники и фарисеи Часто присутствовали на собраниях Господа, Когда Он учил людей истинам Царства Божьего. Их присутствие имело одну цель, Найти в словах Спасителя возможность Обвинить Его в богохульстве Или иных преступлениях, Чтобы отвратить от Него народ Или арестовав, предать казни. Господь говорит, «Я отхожу, И будете искать Меня». Эти пророческие слова Спасителя Относятся не только к иудеям Времен Христа, Но и к каждому из нас. Они должны напомнить нам о двух вещах. Во-первых, бывают такие возможности, Которые появляются один раз И не повторяются вновь. Человек, уверовав однажды во Христа Как Спасителя и Бога, Пренебрегая своей верой, Оставляя молитву И предаваясь распутству греха, Может навсегда потерять связь с Иисусом И никогда больше ее не найти. А во-вторых, В словах Христа скрывается также истина о том, Что время и жизнь ограничены. В отмеренное для нас время Мы должны принять решение О нашем отношении ко Христу. Время принятия этого решения ограничено, И никто не знает отведенного Ему срока. Господь продолжает свое пророчество словами. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Блаженный Феофилакт указывает, Что этими словами Иисус хочет показать, Что Он вперед знает о Своей смерти И что крест есть дело не их силы, Но его произволение. «Не вы меня ведете, Но я иду добровольно». «Куда я иду, туда вы не можете прийти», Говорит Господь. Сими словами показывает, Что Он подлинно воскреснет в славе И сядет одесную Бога, А они умрут во грехах своих. Что же они говорят на это? Неужели Он убьет сам себя? Отвергая такое их предположение И показывая, что самоубийство Есть дело преступное, Господь говорит, Вы от нижних И не можете помыслить Ничего божественного. Потому вам естественно Так думать. Но я не от всего мира. Если не уверуете, Что это я, То умрете во грехах ваших, Говорит Спаситель. О грехе можно сказать следующее. Слово амортия, грех, Когда-то было связано со стрельбой И буквально означало промах. Человек, отказывающийся принять Иисуса Христа Как Спасителя и Бога, Допускает промах в жизни. Он умирает, Не достигнув цели и смысла жизни, И потому непригоден для будущей, Высшей жизни в Царстве Небесном. Сущность греха заключается в том, Что он разлучает человека с Богом. Когда Адам, Как сказано в книге Бытия, Совершил первый грех, Он сразу захотел спрятаться от Бога. Человек, умирающий во грехах, Умирает, находясь во вражде с Богом. В то время, Как человек, принявший Христа, В смерти открывает себе путь К более близкому общению с Ним. Иисус сказал им, «Я от начала сущий, Как и говорю вам». Во всем Новом Завете Нет стиха, подобного этому, Который было бы так трудно перевести С греческого языка. Некоторые понимали эти слова так, «Все, что я говорю вам, Есть только начало». Иные «Почему я вообще говорю с вами?» Но для правильного понимания Лучше всего обратиться К грекоязычным отцам церкви, Таким, как, к примеру, Святитель Иоанн Златоуст, Который пишет, «Это значит вот что, Вы недостойны даже слушать мои слова, Не только знать, кто я, Потому что вы все говорите с намерением Искусить меня, И нисколько не внимаете словам моим». Дорогие братья и сестры, Слушая сегодня пророческие слова Спасителя И размышляя над ними, Да не уподобимся в своей косности Фарисеям, грешникам и богоотступникам. Но ища и обретая Христа В молитве и борьбе с грехами, Постараемся сохранить Это святое единение с Богом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!